Свидетелей той страшной войны год от года становится все меньше и меньше. Но первый ряд актового зала Голицынского дома культуры «Октябрь», который был предназначен именно для ветеранов, не пустовал. Для старшего поколения такие общечеловеческие ценности, как мир на земле и память поколений, всегда стояли на первом месте. Мне выпала большая честь быть участником этой эстафеты, принимать эту эстафету и передавать дальше. Я хотел выразить слова благодарности организатору этой эстафеты, Иванову Андрею Робертовичу, и инициатору этой эстафеты, Одинцовой Татьяне Викторовне, потому что считаю, что это большое дело, это большое дело сохранить эту память, выразить свою благодарность нашим ветеранам, которые добили врага и дали нам жизнь, подарили нам жизнь. Я желаю нашим ветеранам крепкого-крепкого здоровья, счастья, всего самого лучшего, и знайте, что мы будем хранить эту память. Глава Голицына передал символы победы Чистовскому поселению. Праздничный концерт сотрудники и воспитанники Дома культуры подготовили с большой душой. Сценарий включал в себя разные номера, но все они были связаны единой сюжетной линией. У зрителей складывалось впечатление, что они смотрят полноценный спектакль. Актеры, танцоры и певцы старались передать военную атмосферу и дух того времени. Помнит Вена, помнит Альпы и Дуна, Тот свекущий и поющий яркий мать. В рамках эстафеты «Салют Победе» в Голицыно пройдет масштабная культурно-патриотическая программа. Она охватит школы, детские сады и культурные центры. Также в преддверии 9 мая глава поселения Александр Дудоров планирует навестить ветеранов, чтобы поздравить их с очередной годовщиной. Героям войны также будет оказана адресная помощь. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова